Доброе утро, дамы и господа! Фридрих Ницше любил повторять. День прошел зря, если я не танцевал. Давайте же и мы с вами повальсируем и вспомним красивые правила, которые нужно соблюдать до, во время и после танца. Что ж, прошу на паркет. Итак, речь пойдет о торжественном мероприятии, например, о свадьбе, где мужчина сможет очаровать любую даму, правильно пригласив ее на танец. А именно, джентльмен должен подойти к даме, поздороваться, протянуть руку и сказать «позвольте вас пригласить на танец». Дама же, в свою очередь, может просто кивнуть, выражая свое согласие или сказать «спасибо, да, конечно». Нельзя звать леди на танцпол издалека, используя жесты или непристойные взгляды. И помните, что если за столом с дамой сидят люди старшего возраста, например, ее отец или мать или даже супруг, то разрешение сначала нужно попросить у них. Кстати, отказать они не имеют права. Но дама может не принять приглашение, и при этом она не обязана объяснять причину. Возможно, она уже кому-то пообещала танец, и в этом случае не имеет права выходить на паркет с другим кавалером. В случае отказа джентльмен кланяется и удаляется, не танцуя в этот раз ни с кем. И крайне нелепо будет выглядеть ситуация, если кавалер тут же пригласит даму, сидящую, например, за соседним столиком. Так делать не стоит, дождитесь следующей композиции. Если же дама согласилась, то направляясь к танцевальной площадке, джентльмен должен пропустить ее вперед или же идти рядом по правую руку. И помните, что танцем всегда руководит партнер, даже если дама лучше знает движение. Расстояние между танцующими должно быть комфорт, для обоих, не слишком маленьким и не слишком большим. И еще, если платье имеет глубокий вырез, то рука мужчины никогда не должна касаться спины женщины. Правила этикеты не запрещают молчать во время танца, но все-таки лучше обмолвиться несколькими фразами. И первым начать разговор должен именно мужчина. Сегодня прекрасный вечер, не правда ли? Согласна с вами. Но помните, что напевать слова или насвистывать мелодию во время танца некрасиво. Делать это можно только если вы остались наедине, и это ваша любимая песня. Если же на танцполе случайно столкнулись две танцующие пары, то извиняться должен именно джентльмен, даже если в этом виновата дама. Если женщина чувствует, что ей некомфортно в этом танце или с этим кавалером, она имеет право остановить танец, извинившись и сказав, что она плохо себя чувствует. Но в любой ситуации настоящий джентльмен обязан проводить свою даму до нее места. Живите красиво и до новых встреч!